Здравствуйте, с вами вновь сервисный центр Доктор Кофе Машин и сегодня мы поговорим о диагностике и ремонте кофе-машины Saeco Picobarista Deluxe ну и немного поговорим, так сказать, о человеческой наглости Итак, предыстория по этой кофе-машине я ее взял с полки, вот как она была принесена клиентам поставил на стол и включил телефон соответственно, будем с вами смотреть, что с ней и как какая предыстория по этой кофе-машине вот, заявлено тем, кто ее принес, то есть владельцам кофе-машинки что изначально у кофе-машины горела ошибка и машина не малова ну, в принципе, все относительно понятно машина 21-го года, скорее всего, мотор кофе-малки вышел из строя это у них болезнь такая вот, отдали в другой сервисный центр там якобы заменили кофе-малку но кофе-машина при этом по-другому работать не стала то есть она как не работала, так она и не работает при этом человеку отдали вот эти детали сказали, что их заменили в этой кофе-машине ну, понятно, кофе-малка Саека на ней, даже судя по Шильдику, она 21-го года выпуска как и кофе-машина сама ну, это отдельно видно, что тут клеился кофе-вод и все прочее ну, не знаю, я еще вот ничего не смотрел, не проверял понятно, это Саековская кофе-малка в принципе, да, эта кофе-малка могла стоять в данной кофе-машине хотя, почему она в полусобранном виде ну, не знаю также сказали, что в этой кофе-машине заменили вот эти детали ну, во-первых, вот эта вот нижняя часть дренажного клапана от кофе-машины Bosch от старых версий или Siemens вот эта верхняя часть помпы от какого-то китайского агрегата даже не факт, что от кофе-машины это переходник от какой-то китайской кофе-машины то есть вот это вот к этой кофе-машине вообще отношения никакого не имеет ну, не знаю дальше, на что я обратил внимание во-первых, вот при минимальном визуальном осмотре вот машину я еще не разбирал так, это все якобы замененное сдвигаем в сторону открываем, смотрим винт отсутствует на штуцере подачи горячей воды в заварник нижнее кольцо очень плотное ну, сантехническая, скорее всего, резина тоже многое говорит о качестве ремонтов дальше, что касается кофе-машины заглядываем вверх и видим на самом деле классическую картину что бывает, когда люди первый раз разбирают кофе-машину и при этом позиционируют себя как сервис который ремонтирует кофе-машину вот здесь винт винт от Саекида но он должен находиться вот здесь а здесь отверстие дренажа и вот те, кто с кофе-машинами делу никогда не имели они зачем-то закручивают винт вот сюда ну, хоть бы, не знаю, фотографировали бы что ли потом открываем кофе-малку и видим мы что во-первых, регулятор помола как стоит то есть он стоит на максимуме и, ну, то есть, видимо, вот как крышку положили так его туда в кофе-малку и вставили потом вот это, в принципе, снято то есть вот это, грубо говоря, защитный грибок то есть который защищает, закрывает кофе-малку чтобы когда она работает, руки не засунули вот, соответственно, он вообще не прикручен итак, сейчас я начну машинку разбирать и посмотрим, соответственно, что и как в ней у нас внутри и, возможно, будем или пугаться, или удивляться это ни в коем случае не реклама и не антиреклама каких-либо сторонних сервисных центров но... а, кстати, вот за этот ремонт они из человека взяли 17 с небольшим тысяч рублей почему клиент не обратился к ним повторно, я не знаю но, как по мне, вот такими методами, наверное, ремонты делать но все-таки нельзя вот, это все-таки, ну, обман форменный итак, откручиваю винты красотой кофе-машины итак, остальные, я уже вот так Вот. Все наружные винты открутили. Теперь я открутил нижний крепежный винт с передней панели. И, соответственно, мы ее сейчас снимем. Сняли. Смотрим. Ну, пока особой критики какой-то не видим. Теперь снимаем с машинки верхнюю крышку. Сейчас я немножко подниму камеру. Чтобы всем было виднее. Остатки кофе выгребу. Сразу обращу внимание. Защитной крышки силиконовой. Вот здесь. Она здесь должна быть на датчике воды. Ее здесь нет. Ее наличие не критично. Но на данной модели кофемашины она быть должна. Понятно. В принципе, я уже понял, что конкретно тут случилось. Тут подходил мой коллега, он тоже понял. Вот сразу кофемолка вроде бы выставлена на средний помол. А в кофеводе мы кофе-то не видим, совсем нету его там. И вроде как по заявлению клиента кофемолка мелит, но пишет постоянно, досыпьте кофе. И кофе в заварочный узел не падает. При этом клиенту сказали, что поставили новую кофемолку. Вуаля. Все заклеено суперклеем с содой. Вот кофевод приклеен к кофемолке. То есть кофевод тут явно был ломаный. А сама кофемолка у нас... 18-го года выпуска. И по внешнему виду, ну... Но она не новая. Она не новая от слова совсем. И самое главное, что я увидел и что меня повеселило, вот, наверное, те, кто часто смотрят мои видео, они в курсе, что белый провод, это плюс. И он должен идти к плюсу. А плюс у кофемолки сверху. То есть сейчас она, скорее всего, у нас вращается в обратном направлении. Поэтому она и не намалывает у нас кофе. Вот и все. Все предельно просто. То есть для мастера, который хотя бы немного с этими кофемашинами работал, ну, это все понятно, вот, ну, просто до элементарнейшего уровня. Еще раз это говорит о том, что вот если вы не знаете, извиняюсь, нафига вы лезете? И более того, обманываете человека на нехилую сумму денег и при этом отдаете неисправный аппарат, который даже не удосужились проверить. О! Кофевод-то еще и болтается. Кофевод здесь надо менять. Каким-то образом срывать. Ну, вот он вроде кофемолки, слава богу, не приклеен к самой. Поэтому есть шанс, что, может быть, удастся его поменять без замены вот этой его части кофемолки. Итак, сейчас сразу, чтобы не рисковать и при первом включении не угробить жернова по какой-либо причине, я открою, откручу держатель верхнего жернова вместе с жерновым и загляну внутрь кофемолки, чтобы на всякий случай обезопасить себя. Мало ли, что там внутри могло или может, соответственно, лежать. Да, отсек кофемолки, он фактически пустой. Только вот зерно сверху, которое было, жернова. Но вот это новые жернова, новые кофемолки. Нет. Более того, они уже и поезжены прилично. Ну, это чувствуется. Вот. Нижний жернов. Да, вот видно, что жернова, видимо, только-только в кофемолку вставили. Естественно, на молоте она ничего не могла, потому что перепутали коммутацию. Итак, сейчас я видео остановлю, пылесосом все это дело уберу и включусь дальше. Итак, продолжаем. Сейчас я хочу сделать, что в первую очередь я поставил на машину обманку на уровень воды. Подключил подачу воды. У меня бачок на стенке висит с водой. И теперь сделаю, что кофемолку я открыл, посмотрел. Кофе она не молола никогда. То есть она вращалась в обратном направлении. Вот этот вот шнек на ней, который стоит, он металлический. То есть кофемолка еще старого образца. Он потертый по краю. То есть кофемолка не новая совсем. Ну, это понятно. Это клей с содой. В этом вот месте. Кофевод клеенный на кофемолке. Сейчас я поменяю полярность. Почему полярность так на этой кофемолке подключили? Ну, провода таким образом я понятия не имею. Может быть из-за отсутствия опыта. Может быть какая-то диверсия была. Но тут сказать крайне и крайне сложно. Хотя человек уже деньги взяли. Так зачем уж диверсию там отправить? Сейчас мы кофемолочку поставим на ее место. Кофевод я немножечко подзакрепил. Насколько это было возможно. Он еле держится. Он клеенный. Но при всем при этом, чтобы кофемолку хотя бы проверить, кофевод я немножко привел в порядок. Итак, сначала мы сейчас попробуем ее включить и запустить. Вот в таком виде, как она есть. Очень хорошо будет видно, как она работает. И работает ли кофемашина. В принципе. Нагревается. Ну, по крайней мере, машинка нагрелась и включила промывку. Это уже несомненный плюс. О, кстати. Облицовку. Ну, уплотнитель передней панельки порван. Итак. Красный профиль активен. Все понятно. Потом берем импровизированный контейнер для кофе. И насыпаем туда, соответственно, кофе. Первый раз машинка может кофе не сделать. Из-за того, что кофемолку поставил. Я ее пылесосом. Ну, вычистил оттуда остатки зерна. То есть, поэтому первый раз машинка может кофе не сделать. Но мы попробуем кофе. Ой. А кофемолка-то не работает. Или не кофемолка. Машинка сейчас должна молоть. Естественно, машинка не мелит ничего. Тишина. Все. А почему такая ситуация произошла? Сейчас нам с этим нужно будет разобраться. То есть, какие причины тому могут быть? Это либо неисправный мотор кофемолки, либо сгоревшие предохранители в проводах. Либо в этом, либо в этом. А, вам не видно. Вот. Провода, которые питают кофемолку. Которая на нее приходит. Постоянка 220 вольт. В них предохранители под термоусадкой черной. Один из них может быть сгоревший. Сейчас мы это проверим. Одну секунду. Итак, продолжаем. По машинке я посмотрел. Предохранители в проводах у нее целые. То есть, по оплате, в принципе, тоже никаких проблем, по крайней мере, я не увидел. Тоже, как вы могли отметить, не часто у нас бывают такие машинки. То есть, изначально я нажал вот так и подождал. Соответственно, ничего не было. А то, что у машинки вот эта вот кнопка есть. Вот. Я поначалу забыл. Но при всем при этом вот та кофемолка, она все равно у нас не работает. Поэтому сейчас в машинке стоит тестовая кофемолка, которая, соответственно, работает. и машинка делает кофе. Крутили. Кстати, тоже сразу по поводу подключения проводов. Сверху белый провод, снизу черный. То есть, белый провод идет к плюсу. А плюс на этой кофемолке, как и на той, и на той, и на всех вот таких кофемолках, он у нас находится сверху. Значит, белый провод нужно подключить к плюсу. Машинка у нас налила кофе. То есть, соответственно, кофемолка она сработала и не единожды сформировала вот такие вот кофейные таблеточки. Ну, это неплотно из-за того, что в тестовой кофемолке было мало кофе. То есть, ну, первый раз. И второй раз она уже намаловала полную порцию. Вот такая вот хорошая таблеточка. Плотненькая, красивая. Ну, и по поводу кофе тоже. Кофе. Эта машина, она не старая. 21-го года, как я уже и говорил. Она делает очень даже неплохой. Ну, и в остальном, в принципе, по кофемашине я ее посмотрел. Разве что, кроме работ с кофемолкой, здесь еще нужно в отсеке заварочного устройства на штуцере заменить уплотнитель. То есть, снять сантехнический, который туда был поставлен. И, соответственно, поставить уплотнитель нормальный, который должен стоять в кофемашине из пищевого силикона. Вот. Так что, вот такая вот ситуация. Одну секунду. Итак, продолжаем. Была составлена калькуляция по этой кофемашине. Что клиенту я предложил, когда, ну, собственно, клиенту позвонил. Я предложил клиенту понятный демонтаж корпуса, то есть, корпус нужно было разобрать. И ремонт, соответственно, кофемолки. Что в ремонт кофемолки входит? В ремонт кофемолки входит, во-первых, где вот эта вот кофемолка у него стояла, замена мотора, замена кофевода, соответственно, сам кофемольный блок разобрать, пересмазать, настроить как надо. Ну и, соответственно, с новым мотором, с новым кофеводом поставить внутрь кофемашины. И плюсом еще на штуцере уплотнитель сантехнический поменять, соответственно, на уплотнитель тот, который должен идти в кофемашине. Штатно. Вот и все. По сумме данный тип работ у нас вместе с новым мотором, который стоит 5000 рублей, вот только один мотор, все вместе получилось, ну, грубо говоря, на 10,5 тысяч. Клиент на ремонт согласился. Сейчас будут выписаны новые детали со склада. Я их возьму, поставлю в кофемашину, ее соберу, проверю как следует и позвоню клиенту, сообщу ему о готовности. Потом, когда он придет за кофемашиной, соответственно, вместе с ним эту кофемашину погоняем, чтобы человек уже один раз обманутый мог убедиться, что с его кофемашиной все хорошо. Плюсом на вот эти работы мы даем полугодовую гарантию. То есть на деталь и на проведенные ремонтные работы. Прошу отметить не на всю кофемашину, а только на то, что мы сделали. Еще раз хочу заострить внимание на том, что если вы в каком-то сервисном центре делаете кофейное оборудование, то есть кофемашинку, когда вы ее забираете, я ее рекомендую проверять прямо на выдаче и не расплачиваться соответственно с организацией, которая вам проводила ремонт, пока машинку вы не проверите, пока вы своими глазами не увидите хотя бы на одной-двух чашках кофе, что она работает. Потому что, к сожалению, вот таких случаев, ну, мы находимся в Екатеринбурге, поэтому я говорил про ЕКБ и область, таких случаев все больше и больше. То есть, можно сказать, к нам фактически потоком уже идут вот такие вот кофемашины после неквалифицированного ремонта и более того, после обмана собственно, самих людей. Ну, что, как я уже говорил, я считаю просто недопустимым. Ну, показывать, как я привожу в порядок кофемолку, я думаю, не имеет смысла. У нас уже несколько видео на канале есть на эту тему. Ну, как заменить уплотнитель на входном штуцере. То есть, я, наверное, тоже уже показывать, соответственно, не буду. Сняли старый, надели новый. Вот и все. Поэтому, вот так. Думаю, что на сегодня на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ожидайте новых видео. Ну, а под видео я размещу на всякий случай ссылки на новый мотор кофемолки, на новый кофевод и, соответственно, на новый уплотнитель, который идет на штуцер. До свидания.